Ане Ивановой было всего 17. Она только окончила школу и мечтала поступить в медицинское училище. Но на следующий день после выпускного вечера объявили – началась война. Сразу на строительные работы, окопы. И нам выдали лопаты, перчатки, рукавички. И мы с утра до вечера копали окопы. Вначале в синие зерко, затем в репчок, в синие зерко. Вначале мы копали окопы, а затем уже противотанковые рвы. И так ровно год с лопатой в руках продвигались все дальше и дальше от дома. В 1942 году Анна Акимовна вступила в партизанский отряд имени Жданова, а позже в отряд имени Крупской. Была зачислена в диверсионную группу. Вместе с подругами подрывала вражеские эшелоны с подкреплением и боеприпасами. В 1943-м с освобождением Брянщины война для Анны Ивановой не закончилась. Она пошла служить в госпитальный эшелон. Долгожданную победу она встретила в Берлине. День победы был особенный. Надо было видеть, что мы отдыхали и вдруг такая стрельба, что я думала, что опять настукают немцы. Оказывается, солдаты стреляли со всех видов оружия. С народа мы пошли к Христаллу. И там я расписалась. Я Иванова из Брянска. 17 февраля Анна Акимовна отметила свой 90-й день рождения. Поздравить фронтовичку приехал депутат Брянского городского совета Мухтар Бадрханов. А вас, Анна Акимовна, я поздравляю с днем рождения. Самое главное – это вам здоровье. Так как вы на самом деле живая легенда. Я говорю как внук тоже человека, который прошел фронт. Со словами поздравления в канун Дня защитника Отечества Мухтар Бадрханов обратился ко всем ветеранам Фокинского района. А воспитанники Центра детского творчества приготовили подарок в виде концертной программы. Пожелать ветеранам хотелось бы прежде всего здоровья. Чтобы все близкие, да и все окружающие люди заботились о них, проявляли свою любовь, ласку и всесторонние пытались скрасить их жизнь. Кристина Протхилова, Александр Егоров. События. Брянск. Запросил known for June.